привет друзья и подписчики моего канала автомобиль у меня рено меган 2 ситуация такая перестал дуть вентилятор печки работать до того как перестал дуть ситуация была такая хрустел шумел вот ощущение что цепляется то работает то не работает ногой если ударить со стороны водителя по торпеде сработает потом какое-то время ездит начинает шуметь хрустеть перестанет работать ударишь опять работает вот пришло время когда уже бей не бей все не крутит поэтому буду снимать и разбираться в чем причина так ну начал с того что плохо видно снял крышку боковую возле педали газа и на всякий случай сниму клемму с аккумулятора так клемму снял друзья не забываем подписываться на канал ставить лайки так снимаем вот эту фишку просто и вот из этого железно раз прокрутили и достали так а дальше снимаем разъем с педали газа да вот не знаю как это показать вот этот разъем вот здесь вот с этой стороны нажимаем и тянем вверх так после того как снят разъем начинаем откручивать педали гайки на 13 вот уже одна откручена ну судя по другим роликам что я смотрел вроде как три или четыре гайки нужно открутить ну сейчас будет понятно так чем пришлось столкнуться правые верхние болт вернее гайка на педали газа с правой стороны которая верхняя рожковым ключом не откручивается поэтому обзаведитесь инструментом либо воротком коротким с головкой на 13 либо трещоткой вот такой вот маленькая у меня есть но удлинитель вот такой сантиметров 7 но получается то что просто просто рожковым ключом не открутите во всяком случае у меня не получилось этот не пытался так и есть стопорное кольцо на педали вот она его надо снимать на видно не видно вот если педаль она на педали тормоза находится вот его надо снять так после того как сняли стопорное кольцо снимаем плохо видно из педали вот вилка которую держит педаль тормоза нужно достать шток плохо не могу снять ну и все и после того после того как сняли с вилки все все снялась получается что вот это вот педали на вот отсюда изнутри снимается кольцо и достается вот сюда такой шплинт высовывается и в общем-то эпопея со снятием педали закончилась вот так вот она стоит вот крепежи так ну вот здесь педали сняли и тут есть несколько разъемов вот этот разъем он на как он там на звездочках не особо видно ну вот наверно вот одна и там за ним вторая а это пошел к это плюс и провод туда на сам вентилятор да и вот этот шток который входит сюда в педаль и в вилку которая держит педаль вот его надо тоже будет достать просто выковырять с отверткой ну это так чтоб по педали пройтись и четыре крепления вот две гайки сверху справа слева одна вверху и одна внизу и педали сняты так но вот после того как вентилятор открутили но вывести его он так не выходит вот смотрите его нужно одной рукой тяжело нужно перевернуть сейчас я переверну потом как-то объясню то есть его выводим аккуратно только чтоб не сломать сюда не очень удобно сейчас то есть его нужно развернуть вот если та часть которая к нам лицу ее нужно развернуть в сторону торпеды а вот эту часть крыльчаткой повернуть сюда так сейчас не очень удобно ну вот смотрите наконец-то получилось вот я его развернул вот этой частью сюда к торпеде к сиденьям а крыльчаткой в сторону двигателя и тогда вот этот вот эта вилка она внутри тогда получится его вытащить ну не скажу что долго но не просто придется чуть помучиться да еще один момент я решил нет не откручивать там сопротивление или как она просто пока вентилятор стоял на месте просто снял вот эту фишку с вентилятора то есть сопротивление там осталось ну и все как я говорил то есть вот вот таким вот крыльчатку переворачиваем педалям в нее заходит шток и потом уже дело техники достаем вентилятор ну что ж друзья идем разбираться чего он не дует так а дальше чтоб снять чехол тут с него у нас есть три здесь три зажима вот такие я понимаю уберем отвертку плоскую когда лима не снимаются одной рукой неудобно да то есть вот эти вот скажем так вот сюда отверткой ну чуть-чуть так на себя раз вдавливаем одну вторую и просто корпус этот снимаем и вот наш вентилятор ну конечно там где щетки вот видно ведь как дорожка ротор или что это просто очень глубок глубокий узок износ может из-за этого сейчас щетки сниму посмотрю состояние так ну сейчас хотим просто накинуть его на батарею посмотреть ну вот хотим накинуть посмотреть мы-то его сняли он мне не крутил ну вот интересно видите а так работает более-менее продумать мы его продули до чуть-чуть по ротору отверткой пошкрябали может из-за этого он и заработал ну вот ситуация странная сняли накинули клеммы на аккумулятор заработал поэтому возможно ну мы чуть-чуть по ротору пошкрябали поэтому может просто клеммы иногда надо почистить ну выработка конечно очень сильная вот здесь там прям такое углубление как яма пока не понятно сейчас попробуем не знаю будем снимать не будем щетки надо понять так ну вот решили набросить на него фишку обратно проверить сопротивление может это все таки потому что напрямую крутит вот сейчас попробуем так хочу меньше сделать скорость даже не включаешься перестану немножко нет а полон у нас не работает и он бы закрутил по идее потому что я выключи-ка выключи-ка сейчас я попробую уже встал ну вот подали на него питание и он не крутит там он тебя выключил сейчас да? я сейчас выключил да? давай-ка его в корпус оденем ну вот значит ситуация такая что обратно запихнули его в корпус завели машину ну не работает ни на одной скорости и вот смотрите ситуация какая подключили обратно не работал и решили все таки проверить фишку и плохие контакты вот пошевелили и вентилятор закрутился ну видно как крутится поэтому видите вариант может и не надо торопиться покупать пока не снимешь во всем не разберешься ну крутится ну друзья мой ремонт закончился зачисткой клемм просто клемм то есть не сопротивление не вышло щетки нормальные очень большая выработка на якоре то есть что было сделано он был вентилятор почищен скажу так пошкрябали за как насколько могли якорь чуть почистили собрали накидываем на аккумулятор работает подсоединяем фишку уже в машину не работает начали дергать фишку закрутился ну стала понятна причина поэтому зачистили клеммы подогнули чуть-чуть все работает и понятное дело начинаем ставить поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки всем удачи то подогнать